Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера упал, ровно так, как я и предсказывал. Я всех об этом предупреждал. И оно так и случилось. Упал биткоин. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Посмотрим в этом видео на графики по биткоину. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. И вот мои видосы, в которых я предупреждал. Всех и каждого. Будьте осторожны. Такое видео. Вот еще одно видео. Важный момент. Опасный сигнал. 4-5 тысяч просмотров. Еще одно видео. Всех предупреждаю. Очень опасные сигналы. Опасный момент. Трейдеры, будьте осторожны. Недельная свеча. Опасно закрылась. В общем, я всех предупреждал. Несколько недель. А кто теперь будет говорить, ой, я не знал, что упадет. Так надо было мои видео смотреть. Ну хорошо, переходим на теханализ. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку. Дал этот сигнал еще в феврале прошлого года. Стахастик направлен вниз на недельном таймфрейме. И что такое вообще стахастик? Когда стахастик вверху, это значит нужно продавать. А когда внизу, значит покупать надо. Ну вот смотрите. Стахастик вверху, значит перекупленность. Время продавать. А внизу, если стахастик, то значит покупаем. Например, вот здесь была перепроданность. А тут была перекупленность. А тут была тоже перекупленность. Вот здесь тоже была перекупленность. Такой индикатор один из основных. И тоже используйте этот индикатор, очень полезно. Всему это мы и обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. На дневном стахастик уже в перепроданности. Но я всех предупреждал об этом падении. А говорил, потому что восходящий клин, из которого мы выходим вниз. И цель этого движения 59 тысяч долларов. И я тут ставил заявки на 63 тысячи долларов и на 59 на выходе из этого восходящего клина. И по основанию этого клина мы смотрим, где в итоге окажется биткоин. Вот оно расстояние. И соответственно можем смотреть. Да, это получается 59 тысяч долларов. Таким образом, две торговые идеи. Одна 63 тысячи долларов и другая 59. Можно поправить стоп-лосс, чуть отодвинуть стоп-лоссы, чтобы случайно не выбило на сильных проливах. Но сейчас я только пытаюсь ловить эти падения на рынке, ловить отскоки и затем снова продавать. И когда биткоин опустится на 59 тысяч, то там я открою крупную позицию и буду держать. Давайте, наверное, расширим или подвинем даже вправо эту торговую идею. Потому что я давно об этом предупреждал. И поставим эту торговую идею на желтую трендовую линию. Видите, это желтая трендовая, основная, по которой биткоин идет вверх в течение года. И там я как раз и попытаюсь поймать биткоин в расчете на сильный отскок и разворот. Итого получается 63 тысячи и 59 тысяч. Две такие зоны, в которых можно покупать биткоины. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Баби регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Обязательно пройдите мои курсы по криптотрейдингу. Ссылка под номером 2. Криптотрейдинг. Трейдинг на фондовых биржах. И ссылочка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт, на Байбит. Там у меня установлены заявки на покупку. Биткоин падает, ровно так, как я и предсказывал. И у меня стоят заявки. Три биткоина по 63 тысячи долларов. Я вчера уменьшал размер позиции, но сегодня снова добавил. Вот эта заявка по 63 тысячи долларов на три биткоина. Чтобы вы понимали, я долго ее держать не буду. Поймал отскок и продал. Ну и также заявка на 10 биткоинов по 58 тысяч долларов. И еще на 1 миллион доджкоинов по 11 центов. Додж на самом деле вниз идет. Минус 5 процентов. Хорошо, что я сократился по доджкоину. Но тем не менее, просадочка все еще есть на балансе. На 586 опускался. Таки да, проседает баланс. Но не сильно. Потому что я в основном перешел в USDT. Вот у меня 596 тысяч на такую сумму активов. А из них 385 тысяч в USDT. И плюс 22 900 здесь. 385 плюс те это будет... Короче, примерно 400 тысяч долларов. Затем MCRT на 86 тысяч долларов. 13 200 в биткоине. Вчера я сократил позицию по биткоину. Покет на 5 900 долларов. Юнисвап на 5 200. А Юнисвап-то неплохо держится. Но вот доджкоин падает. Хорошо, что я сократил позицию по доджкоину. И теперь давайте посмотрим, где можно что купить. Ворлдкоин, доджкоин. Открываем Юнисвап. Юнисвап держится хорошо. По Юнисвап мы видим чашку с ручкой. И также нисходящий треугольник. Давление, давление, вверх выходим. Также есть еще один интересный паттерн. Это, как я уже сказал, это гигантская чашка с ручкой. Если чашка с ручкой отработает, то тогда цель мы можем измерить по основанию чашки. И это получается... Сколько будет? Будет 14 долларов. Такая цель по Юнисвап. И прямо сейчас Юнисвап выходит из этого нисходящего треугольника. На хороших торговых объемах. И стахастик направлен вверх. Четырехчасовой тоже вверх стахастик. Как хорошо выглядит Юнис. Похоже, что будет прорваться вверх. Первое сопротивление на Юнисвап, это я бы сказал на 12 долларов. Отметим на 12 долларов. Как минимум может пройти еще... Сколько может пройти еще Юнис? Давайте, это получается 13,5%. В общем-то, я могу и добавить тогда в Юнисвап. А уже стоит у меня заявка по Юнисвап на 7 долларов 50 центов. Ну, так что делать-то? Пойдет она вниз, не пойдет. Я уже сильно сократил позицию. Но, может, сейчас вылететь вверх Юнисвап. 13,5% можно взять. Но, рынок сейчас опасный. Не знаю. Но Юни выглядит хорошо. Ворлдкоин. Тоже сильно падает. Хорошо, что я тоже закрыл позицию по Ворлдкоину. Сначала я всех предупредил и сам закрылся. Хорошая зона для покупки Ворлдкоин, это 2 доллара. И еще один уровень поддержки на Ворлдкоине, я бы сказал, находится примерно здесь, на 2,70. Но я думаю, что может пролететь все-таки этот уровень и уйти на 2 доллара. Потому что, может быть, паническая распродажа на рынке. Давайте посмотрим, что там у меня на споте. Нет у меня никаких заявок по Ворлдкоину. Давайте тогда и поставим Ворлдкоин. Ищем торговую пару. Да не знаю, это падает и падает. Что делать-то? На 2,70 или 2,70, 2,80? Ну давайте, давайте возьмем на 2 доллара 10 центов. Возьмем на сколько? 30-40 тысяч долларов. По 2 доллара 10 центов. Возьмем столько Ворлдкоина. Покупаем по 2 доллара 10 центов. И теперь давайте посмотрим на Доджкоин. 0,134. Да хорошо же, что я закрылся-то раньше. Так-то, конечно, можно видеть, что у меня есть Доджкоин. Я же его держу. Ну типа там на 5 тысяч долларов. Покета тоже на 5,900. Юнисвап на 5,200. Но вы должны понимать, что был это у меня Юнисвап на 100 тысяч долларов. И Доджкоина было на 100 тысяч. И Ворлдкоина на 100 тысяч. Да я-то закрылся в профит по всем этим позициям. И перешел в USDT. И теперь я ловлю эти падения и развороты. Сильный уровень поддержки на Доджкоине находится на 0,107. Ближе там толком нет никакой поддержки. Поэтому давайте скорректируем эту заявку. 0,107. Там будем брать на 1 миллион монет. Это было на деривативах, а на споте тоже заявка. Здесь тоже скорректируем. По 11 центов поставим. Возьмем сколько? Это получается на 40 тысяч долларов примерно. Итого, есть ордер по Доджкоину. По 11 центов. Юнисвап по 7,50. И биткоин по 58 тысяч. И что еще? Я бы, пожалуй, или нет. В принципе, можно, но давайте оставим. На 35 тысяч долларов заявка на Юнисвап по 7,50. И ворлдкоин хочу взять по 2 доллара 10 центов. Там на 40 тысяч долларов. Что еще можно посмотреть? Доджкоин, ворлдкоин, юни, биткоин, покет. Опустился на 9 центов. Хорошо, что я все это попродавал. И надеюсь, вы тоже меня послушали и все продали. Потому что летит вниз, все сыпется. И поддержка на покете. Ближе там нет никакой поддержки. 4 цента. То есть, я имею в виду, что на 8 центов есть поддержка. На 6 центов. Можно, конечно, рассчитывать на какие-то отскоки от этих уровней. Но 4 цента. Вполне вероятно. А что у меня по покету? На 5900 долларов. Да, нужно было больше сокращаться. Ну хорошо. Покет по 4 цента. Ну, бляха. 4 цента. 0.04. Там можно ставить заявку. И там возьмем сколько? На 30 тысяч долларов. Покета. А, не получится столько взять? Слишком много ордеров уже расставил. Хорошо, тогда на 25 тысяч долларов. По 0.04. Подтверждаем. Итого. На 25 тысяч долларов заявка на покете. По 0.04. Ворлдкоин по 2 доллара 10. Юнисвап по 7.50. Доджкоин по 11 центов. И биткоин по 58 тысяч долларов. Да, сколько брать-то здесь. Если будет паника на рынке, то 4 биткоина может перебор. Давайте поставим 2. Открывать крупные позиции нужно только, когда мы уже достигли дна. А пока она падает, то нужно быть осторожным. Хрен его знает, куда заведет паника на рынке. Я вчера уменьшал размер этой заявки, ставил 2 биткоина. Теперь вернул 3. Но все-таки снова поставлю 2. На балансе 596 тысяч долларов. Все-таки есть какая-то просадка. Даже несмотря на то, что я сокращаюсь и всех предупреждаю. И тем не менее, я сам потерял деньги. Где-то около 30 тысяч долларов. Но хорошо, что сократился раньше. Не очень крупные позиции у меня остались. Биткоин на 13200. А в какой-то момент я держал 6 биткоинов. И это я все закрыл не прямо вот сейчас. А я закрыл раньше. Потому что я предупреждал. Если вы посмотрите в мой твиттер, вы посмотрите в него. 85400 фолловеров. Предупреждение на биткоине и доджкоине. Я продаю. Это было еще в марте. Я тогда все продал ровно на вершине. Закрываю позицию на биткоине в профит. Закрываем. Прибыль по этой сделке 180 тысяч долларов. Биткоин столько же и стоил. 66 тысяч. Но там я все закрывал. По биткоину, по альткоинам. И правильно сделал, потому что альткоины упали на 70%. А вот еще, смотрите. Я даю так много полезных рекомендаций. И при этом твиттер отправил меня в теневой бан. Кто-то очень не хочет, чтобы я помогал людям становиться миллионерами. Не растут, не падают подписчики. Мой самый любимый трейдер. Это кто-то обо мне говорит. Спасибо. Проект Magikraft проводит опрос. Считаете ли вы, что в будущем все игры будут play to earn? 62% считает, что это действительно будущее гейминга. 27% говорит, такое возможно, но не скоро. И 11% считает, что останется традиционный гейминг. Что еще? Это я ретвитнул про Илона Маска. Мне нравится поддерживать Илона. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один – это биржи, два – это курсы, три – это Телеграм. Присоединяйтесь везде и принимайте активное участие. Всех люблю, обнимаю. Всем хорошего дня. Надеюсь, что вы позакрывали свои позиции, так же, как и я это сделал. И теперь я буду ждать, пока опустятся все альткоины на уровне поддержки. И буду откупать это дно. Внизу покупайте, вверху продавайте. Причем покупайте медленно, а продавайте быстро. Потому что дно медленно формируется, а взлететь можно мгновенно. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.